А вот и наш молодой аккаунт лайк, хотя не такой он уже и молодой, 10 тонн холл, и потихоньку его прокачка становится все круче и круче. Ну и знаете, я очень сильно удивился, когда зашел на этот аккаунт, я не заходил сюда 2 дня и 4 раба свободно, 4 Карл! Короче, надо этих рабочих срочно как-то занимать, ну и вообще, тема какая, начались игры кланов, и неплохо было бы набить фулл игры кланов, а именно 4000 очков, потому что из ценных наград, только награды за последний уровень, а именно руна и книга. Остальные награды тоже хорошо, тоже приятно, но хотелось бы умукнуть именно 2 награды с последнего уровня, а для этого надо выбить фулл очки на играх кланов. Именно этим мы и займемся, вот я уже выбрал задание на уничтожение инферн, за 2 захода по идее получится это все дело выполнить, ну и за это придет 350 очков. Вроде бы как неплохо, считайте, 10% от ИК уже набью, ну не 10, не знаю, 8, неважно. Но начнем мы, наверное, все-таки с того, что займем парочку рабочих, а то это совсем не дело, 4 раба прохлаждается, единственное, что качается, это король варваров, ну и, кстати, надо будет еще и дарк подформить на королеву лучниц, чтобы поставить ее улучшаться на 32 левел. Потихоньку качается квина, уже 31, но надо ее до 40 будет догнать как можно быстрее. В плане золота сомнений у меня особо нет, я пока что продолжаю развитие аккаунта без выставления новых зданий дефа, хотя, наверное, пора бы уже это сделать, причем давно пора уже выставить и инферно, и новый забор, чтобы база лучше держала деф. Но пока что я что-то не спешу с этим, но и да ладно. Поставлю на парочку башен лучниц, это все очень дешево, стоит всего по 3 ляма улучшения до 12 уровня, поэтому отправляем все золото именно на улучшение башен луков. Далее по эликсиру, эликсир надо будет подкопить на улучшение дальнейшего шахтера до 3 уровня, но я думаю, я как-нибудь справлюсь с этим за полтора дня, ну или нет. А пока что поставим на ап дрельку, пусть качается пассивный доход черной жижи, это дело хорошее. Ну и последний рабочий, который остается, это естественно тот рабочий, который отправится на улучшение королевы лучниц до 32 уровня. Но пока дарка нет, предлагаю этим, собственно, фармом дарка и заняться. Я отправляюсь в подбор, нажимая на свои любимые кнопки, заодно выполняем задание на ик, и заодно фармим дарк на улучшение квины. Наш первый клиент в индекс, и как мне кажется, тут будет очень-очень легко забрать 4000 дарка, которые здесь есть, и очень легко он будет уничтожить 2 инферны. Но это лишь кажется мне, что будет на практике, сейчас будем посмотреть. Ну и начнем атаку, естественно, со знаменитого залета с дирижабля. Вы писали там комменты, как можно назвать эту тактику у меня на канале, но что-то я вот перед выпуском забыл туда заглянуть. Надо будет обязательно это сделать, потому что вроде бы спросил, как назвать эту тактику на нашем канале, но что-то как-то не назвали же никак пока. Так, накинул фриз на то, чтобы подсейвить электродракона, но в результате получилась какая-то фигня. То есть я попал фризом, получается, только на одну инферну, лучше бы ПВОшку зафризил. Короче, чуть-чуть не повезло с электродраконом, что-то он как-то не сделал то, что должен был сделать. Вообще предзаход получился такой, плюс-минус неудачный, я бы сказал, потому что осталось и 3 ПВОшки, и целая сингл инферна, короче, какая-то шляпа. Знаете что, раз у нас есть квина все-таки, давайте сделаем вот что. С помощью квины вынесем хотя бы одну ПВОшку дополнительно, потому что это, конечно, трэш. С предзахода осталось и 3 ПВОшки, и одна инферна, и еще один фен есть. Ну, квина, видимо, особенная, да, у нас. Она пошла направо, а не налево, и ПВОшку убивать она... Стоп, она хочет долбить забор. Так, квина, это что за выходки такие? Или она же этого усатого бородача увидела, да? Усатый бородач. Ну супер, просто на башне лучниц потерять все хп во время долбления забора, и выйти в лицо дубине кенгу. Превосходно, просто превосходно, королева лучниц, ты лучшая. Ну хотя бы ПВОшку уничтожила, за это ей большое спасибо, в скобочках, ну такое маленькое. Ладно, есть еще драконы, и драконы, я думаю, с задачей справятся, несмотря на то, что зданий осталось еще очень и очень много. Отправил парочку драга на почистку круга, на образование той самой дуги, на образование того самого банана для пролета. Ну и, собственно, сейчас буду уже подкидывать под ПВОшку баночку рейджа. Как можно дальше я хочу это сделать, потому что там и инферно надо цепануть очень быстро, и хранилище Дарка неплохо было бы забрать все-таки, я за Дарком сюда приходил. Первую ПВОшку уже вынесли, но что-то как-то вот не получилось. Опять-таки, банка рейджа вроде бы была хорошая, но драконы умудрились из этой банки очень быстро вылететь. Ладно, что-то очень сильно, наверное, дизморалью свои собственные атаки, очень серьезно к ним отношусь. Миссию я тут выполню. Дарк заберу, хранилище вынесу, ТХ заберу, и две инферно в копилку на выполнение задания на ЭК тоже отправлю. То есть в этом плане все неплохо, неплохо, хватит себя уже гнобить. Но, пожалуй, не был бы я токсиком, и мой бы канал Токсик не назывался, если бы я не был в какой-то мере токсичным. Итак, завершаем атаку, вот они результаты, 4000 дарка получилось умыкнуть с первой попытки. Ну, можно лучше, можно лучше, если посмотреть сейчас вход атак, то можно обнаружить там достаточно интересные цифры, а именно 5, 6, 5, 6, 4, 8, 5, 4, 3, 5. Короче, дарка в подборе на ТХ-10 действительно может быть очень и очень много. Что ж, не сбавляем оборот, отправляемся в следующую атаку. А вот это уже больше похоже на правду. И более сильный по прокачке 10 ТХ, и фуловый инферны, и фуловый деф, и 6000 дарка. Единственное, что меня тут смущает, это вот эти вот непонятные дырки в базе, на кой черт они тут есть, и откуда они тут появились, почему на такой прокачке, на таком хорошем ТХ-10 по прокачке есть эти дырки в базе. Можно было бы, конечно, этими дырками воспользоваться, но делать я, наверное, этого не буду. По какой причине, не знаю, можете ответить в комментариях. Вот не буду просто, и все. Ладненько, начинаем предзаход. Чистильщики все смотрят куда-то непонятно куда, мягко говоря, поэтому запускаем дирижабль, и по идее ничего ему не будет угрожать. Раскидываю клон спелы, прожимаю дирижабль над интересующими меня зданиями дефа, и тут вроде бы даже похоже все на правду. Вот так должен выглядеть дирижабль и электродракон, вылетающий из дирижабля. Вот так надо выносить кучу зданий, кучу дефа с предзахода. Зацените этот заход. Минус 3 ПВОшки, минус инферно, минус 33% базы, и это еще не конец. 35%, ну ладно, тут уже маслина вылетает, черная бомба в лицо дракона, 35%. Ну как по ощущениям, это 35% зданий, эти все проценты это здания дефа, потому что по факту тут не осталось ничего. Одна ПВОшка, один арбалет, одна инферно, 4 башни луков. Как по мне предзаход просто феноменальный вышел, вот это блин сок. То есть странная тема, да, то есть там по прокачке десятка какая-то такая себе была, и получилось все так себе, тут по прокачке полный фул, полный фарш. И вот так вот, супер удачно, супер круто. Я надеюсь я запись включил. Да, запись идет, паранойя конечно, без второго монитора меня периодически преследует. Итак, начал уже запускать потихоньку драконов. Кишка тут образовалась просто феноменальная. Драконам улетать абсолютно некуда, можно потихонечку их подкидывать, накидывать. Еще 1300 дарка на базе имеется, и эти 1300 дарка залиты именно в дрельку. Так что идем спокойненько до дрельки, ну и конечно же по плану дойти до последней инферны, для того, чтобы выполнить одно задание на играх кланов. Ну как одно, первое, первое задание на играх кланов, по плану вообще выполнить задание на 4000 очков, чтобы получить дополнительную награду. И на это у меня вроде бы как есть даже неплохое количество времени. Что-то по-моему около 4 дней. Выйдем потом посмотрим. Итак, рейджик хорошо прокинул, драконы все под яростью. Быстренько вынесли большой кусок зданий дефа, уничтожена ПВОшка, но и сейчас уже возьмемся за инферну. Инферно отправляется туда же следом. Единственное, что я тут сделаю, так это возьму наверное 99%, а не 3 звезды, для того, чтобы медленнее поднимать кубки. Но последний эликс базы забрать все-таки я считаю нужным. Итак, 99%, выходим из боя, остается какое-то просто феерическое количество драконов. Короче, атака была просто как по учебнику, это отличный бой, просто превосходный. Так, обычные ресурсы тут были в достаточно небольших количествах, но по дарку нас тут не обидели. 6 кусков плюс бонус 500 дарка, суммарно 6500 получилось тут вынести. Как по мне, хороший результат. Ну и квестик также выполнен, минус 4 инферно и 350 очков на выполнение ИК. Ну да, что-то около, наверное, 7% от общего количества с одного квеста получилось взять. Есть тут какие-нибудь макантные задания на выполнение? Да, что-то походу и нет. На бомбежке разве что, то есть такое же задание, только на бомбежке. Уничтожить 4 бомбежки. Даже не знаю. Вот есть такая проблема с играми кланов. Вчерашний видос, кто не видел, посмотрите. Задание, блин, бредовое. Бредовые задания, вроде бы и выполнить что-то хочешь, вроде бы и как пройти хочешь, а заданий брать никакие не хочешь, потому что все задания какой-то гэ, и половину из которых ты даже и сам выполнить физически не можешь. Типа вот легенды, типа вон там какие-то 7-8 танхол ломай, типа вот, не знаю, завари ведьм, протакуй. Ну, можно заварить, конечно, но я не хочу. Девятки атаковать. Ну, по идее, можно на десятке найти девятку. То есть, теоретически, это задание можно выполнить. Ладно, на задание на играх кланов жаловался вчера, кто не видел видос, посмотрите. Там еще и атака сочная была на 10 кусков дарка с одного боя. Без бонуса. Именно 10 тысяч дарка с одного боя. Кто не видел, посмотрите. Ну, а тут, собственно, наступает часть видео, где я напоминаю вам ставить лайкосы и подписываться на канал. Тысяча лайков, новое видео. Ну, а если досмотрели видео до этого момента, то в комментарии под видеороликом пишите следующую ключевую фразу. Токсик, набей фулл и ка. Это такая дополнительная мотивация мне набить все-таки фулл и ка на этом аккаунте, именно 4 тысячи, ну и плюс, так я буду знать, кто досматривает видосы до самого конца. Ну, а с вами был Токсик, следите за обновлениями канала, заходите на стримы. Вам желаю удачи и услышимся в следующем видео. Ну и бонус для самых терпеливых, соберу немного дарка из-за кромов и поставлю на апту самую королеву, лучниц, до 32 левела. Вот такая вот дополнительная финалочка. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...